Друзья, сегодняшняя запись будет полезна тем людям, которые нерегулярно ходят в туалет, хронические запоры. Люди, которые живут в больших городах и стремятся все-таки как-то снизить токсическую нагрузку на организм. Люди, у которых высокий уровень холестерина, люди, у которых плохо работает желчный пузырь, люди, которые страдают дисбиозами, люди, которые имеют низкую иммунный ответ. Это все люди, которые нуждаются в нормализации кишечной микрофлоры и работе желудочно-кишечного тракта. Поэтому сегодня я вам расскажу немножечко о пробиотиках. И это будет мой любимый пробиотик, который называется Локла. Я немножечко подробнее вам выдам все эти секретики. Я Бахтина Елена. Я нутрициолог по специальности врач-кушер-гинеколог, клинический генетик. И уже очень давно я филигранно пользуюсь биологическими комплексами для того, чтобы решать те или иные вопросы по здоровью человека. Итак, почему именно Локла, если вы спокойно можете использовать, например, тот же самый псиллиум? Локла – это вещь, которую делает компания NSP. Это огромный проект, 52 года компании, и она рассылает свои продукты в 52 страны. Значит, прошла сертификацию через 50 министерств здравоохранения. И особенностью компоновки биологически активных комплексов является то, что над составом думают. Это сложные составы. Поэтому вот Локла – это, ну не знаю, это король, мне кажется, это король все-таки пребиотиков. Ну давайте я расскажу, что такое пребиотики. У нас в желудочно-кишечном тракте, в толстой кишке, живет где-то, кто говорит полтора, кто-то говорит два с половиной килограмма. Но я верю все-таки в цифру полтора килограмма на кишечные микрофлоры. Это огромное количество бактерий. То есть если посмотреть, сколько в нашем теле клеточек, которые содержат нашу с вами идентичную, нашу с вами ДНК, то это будет всего лишь 10% от общего количества клеток, которые присутствуют в нашем теле. И основная часть вот этих клеток с другой ДНК – это бактериальные клетки, которые живут в толстой кишке. И они очень полезны нам. Они допереваривают пищу, они делают некоторые витамины, например, группы В, витамин К для нас. Они, погибая, создают одну треть наших какашек. В общем, занимаются тем, что помогают иммунной системе и так далее и тому подобное. И вот желательно бы, чтобы в нашем желудочно-кишечном тракте жили дружественные нам микробы, сапрофиты называются. Потому что если по какой-то причине стресс, антибактериальная терапия, тяжелое заболевание, неправильное питание, недопереваривание пищи, побеждают условно-патогенные, вот тогда это уже будет называться дисбиоз. Старое название – дисбактериоз. И это уже очень-очень неприятно. И это относится к болезням цивилизации. 95% людей в мире имеют те или иные формы дисбиоза, дисбактериоза. Но я сейчас не об этом. Я хочу просто рассказать о том, как скомпонован этот продукт под названием Локла и как он работает. Кроме того, что это пища для нормальной кишечной микрофлоры. То есть у нас нет ферментов переваривать грубое пищевое волокно, которое здесь заложено. Расскажу, какое именно, немножечко позже. А у нашей нормальной микрофлоры есть ферменты. И они воспринимают Локла как «О, мы проснулись, а тут нам стол накрыли». Причем шикарный стол. Ням-ням-ням начинает кушать, а после еды, так как им хорошо, они начинают размножаться. Вот таким вот образом Локла способствует нормализации кишечной микрофлоры. А что еще? Это грубое пищевое волокно. Соответственно, какашка, что образователь. Поэтому те люди, которые имеют нерегулярный стул, конечно, пожалуйста, используйте Локла. Это очень важно. Почему такое странное название Локло? Потому что лёу-клё, лёу-снижение, клёхолестерин. Были клинические исследования, которые доказали, что Локло снижает уровень холестерина за счет чего? За счет того, что смесь различных видов грубого пищевого волокна препятствует всасыванию вашего экзогенного холестерина и того эндогенного, который в составе желчи сбрасывается в желудочный и кишечный тракт. Вот. Это очень ценно для того, чтобы холестерин тратился. Холестерин нужно тратить. И очень хорошая идея, если у вас высокий холестерин, использовать на постоянной основе Локла. Сейчас покажу прям, как это делается для того, чтобы выводить этот холестерин из организма. Это безвозвратная потеря через кишечник. Окей. Что еще делает Локла? Так как в составе шелуха семян подорожника, это вещь, которая хорошо разбухает за счет соков вашего желудочно-кишечного тракта и за счет водички, в которой вы разводите. Сейчас я вам покажу, как я это делаю, в которой вы разводите Локла. Так вот, подорожник яйцевидный или псиллиум, это еще и обволакивающая вещь, содержит большое количество слизи. Соответственно, пищевой комок скользит по слизистой оболочке желудка, гонит перед собой непереваренные кусочки пищи, какие-то остатки, всасывает в себя токсины и больше никому не отдаст. И я еще люблю прям вам рисовать такую картинку. Представьте себе, что ваш тонкий кишечник, мы толстым можем и клизмой, конечно, как-то навести там порядок. Ну, не советую, но можем, в принципе, да. А тонкий кишечник, как ты почистишь? Потому что между толстым и тонким есть волгинивая заслонка, защита от дурака. Сколько бы вы воды не наливали в толстую кишку, в тонкую-то она не пойдет, слава богу. Тонкая должна быть, по идее, стерильная, да. Вот, а так вот, эта тонкая кишка, она как такой ворсинчатый ковер. Вы ковер взяли, трубочкой свернули, ворсинками внутрь. Вот, и поэтому по этой трубе ворсинчатой идет ваш завтрак, обед, ужин. И межворсинчатое пространство потихонечку забивается разного рода вещами. Например, где-то здесь слизь, где-то здесь недопереваренные кусочки пищи, где-то здесь было какое-то воспаление и осталось что-то и так далее. И, в общем, межворсинчатое пространство склонно забиваться. То есть, уже не всей ворсинкой приходится всасывать пищу, не всей большой ворсинкой, а то, что вот еще торчит над слоем слизи, грязи и так далее. Так вот, локла это, ну, как вот такая мочалочка, которая мягко и осторожно уберет токсины и из межкеточного пространства в том числе. За счет того, что умеет натягивать на себя водичку и увеличиваться, разбухать за счет воды, которая есть у вас в желудочно-кишечном тракте. Так, замечательно. Что еще? Если вы понюхаете локла, то вы почувствуете, что пахнет яблочком и корицей. Яблочком и корицей. Здесь есть яблочный пектин. А яблочный пектин – это то, что умеет ловить радионуклеиды, соли тяжелых металлов. Соответственно, снижая вообще возможность заработать рак сигмовидной кишки, рак ободочной кишки, ну, рак кишечника. Смотрите, я беру одну чайную ложку, вот так это выглядит, и добавляю. Это не самая прекрасная емкость для локла. Просто делайте это в стакане воды. Просто я обнаружила, что у меня нет прозрачного стакана воды, а я хотела вам показать. Вот. Так как тут много клетчаток, вот так вот оно не очень хорошо разбалтывается, но чайной ложкой разбалтывается хорошо. И вот так, как я показываю, разбалтывается прям прекрасно. Я специально приготовила немножечко такую тепленькую водичку, потому что если холодной водой развести и залпом выпить, это очень приятный напиток, очень приятный. Но если тепленькой водичкой развести, то вы в конечном итоге получите такую киселеподобную консистенцию, киселеподобную, и это, знаете, когда хорошо? Когда ночью, вот вечером вы уже покушали, это был полноценный ужин, всё, уже покушали. И по идее уже не должны кушать. Но потом проделки инсулина, да? Инсулин подымается где-то в 20.00 по вашему времени, и вы начинаете повышать просмотры холодильника. А что бы ещё такое съесть? Может быть бутербродик, а может быть орешков, а может быть ещё что-то? Так вот, сделайте себе локло. Кстати, можете на воде сделать, как я сделала, а можете добавить в йогурт, или в кефир, или в простоквашу, или в киселым ляком. Это в Болгарии мечниковская простокваша. Вот, добавьте чайную ложку, у вас получится при и пробиотике. И очень важно, не забывайте, у меня просто сейчас нет вам показать, закончилась штучка эта. Но я всегда пребиотик комбинирую с пробиотиком. Пробиотик – это уже полезные бактерии. То есть, если я сейчас съем одну капсулку бифидофилосфлорофорс и запью, прекрасно, то я сейчас прям вот этим действием поправляю, лечу, восстанавливаю свою кишечную микрофлору, особенно после антибиотиков, особенно если какашки не каждый день, особенно если высокий уровень холестерина, особенно если есть воспалительные проблемы с желудочно-кишечным трактом и так далее. Дальше, что здесь еще есть? Здесь есть овсяные отруби. Это разновидность грубого пищевого волокна. Для того, чтобы улучшать перистальтику. То есть, на этом продукте можно решить проблему с хроническими запорами, особенно атония кишечника. С атонией кишечника очень сложно справляться, но воспринимайте Локла как фитнес-тренера для вашего желудочно-кишечного тракта. Как это работает? Ваш кишечник, получив дозу, да, вот такую вот дозу, и эта доза грубого пищевого волокна разбухла еще в кишечнике, наконец начинает понимать, о, у меня что-то внутри есть. Это что-то нужно продвинуть к унитазу и запускает перистальтическую волну. Атонический кишечник, атоничный, это когда сложно запустить перистальтическую волну, потому что атония – потеря нормального мышечного тонуса. Вот, а как преодолеть это? Только использованием грубого пищевого волокна. Только смотрите осторожно. Я правильно начала? Я начала с одной чайной ложки. Если у вас запоры, атонические запоры, начинайте с одной чайной ложки. Не допускайте усиления запоров. То есть после того, как вы выпили этот напиток, нужно выждать еще 15, может быть, 30 минут, и еще сверху выпить водичку, для того, чтобы сформировался такой вот рыхлый пищевой комок, который быстрее пройдет по желудочно-кишечному тракту. Не забывайте это. Потихонечку повышайте дозировку локла, чтобы было вплоть до одной столовой ложки. Если вы используете одну столовую ложку на ночь, на ночь, запивая водой, и при этом все хорошо, вы восстановили ежедневный стул, это значит, что вы преодолели атонические проявления со стороны кишечника. Это вообще, честно говоря, дорогого стоит. Дальше. Здесь есть акация. Смола акации – это тоже полисахарид. Улучшает скольжение, повышает вязкость пищевого комка и так далее. Более того, мешает всасыванию глюкозы, мешает всасыванию пищевых жиров, и мешает всасыванию холестерина и желчных кислот, что важно, потому что это уже отработанное, то, что сброшено в желудочно-кишечный тракт. Дальше. Здесь есть коричневый китайский. Сюда его положили, потому что бактерицидное средство. И есть целый комплекс, который помогает нормальной кишечной микрофлоре прижиться. Это и капуста брокколи, и куркума, и розмарин, и свекла обыкновенная, томат обыкновенный, морковь обыкновенная, и капуста огородная. А также сюда положили антиоксиданты в виде биофлавоноидов, апельсина, грейпфрута и гисперидин. Вот. То есть, друзья, это интеллектуальный продукт. Локла – это интеллектуальный продукт. Очень важно использовать продукт, который решает множество задач. И с помощью Локла вы это можете делать. Поэтому хорошая привычка – это почистил зубы, почисть и кишечник. Почистили зубы, метнулись на кухню, сделали себе такой вот напиток. Еще раз напоминаю, на воде или на кисломолочном чем-то, чтобы пре и пробиотики вместе были. Выпили и пошли спать. Желаю вашему кишечнику быть довольным и счастливым. Холестерин пусть будет нормальным, а количество всяких солей, тяжелых металлов и радионуклидов пусть стремятся к нулю. До новых встреч! Если полезно, активируйте колокольчик, подпишитесь на канал. И ждите новое видео. Продолжение следует...